Добрый вечер, вы перевесите Карачаева-Черкесия в студии Руслан Жухаев. 21 мая Карачаева-Черкесия отметила скорбную дату – День памяти жертв Кавказской войны. Траурные мероприятия прошли в республиканской столице, Хабецком, Абазинском, Адыгехабльском и Малокарачаевском районах. Люди пришли на митинги, чтобы склонить головы в память павших в Столетней войне. Фатима Даурова подробнее. Ближе к 11 утра площадь перед памятником жертвам Кавказской войны начала заполняться людьми, пришедшими на памятные события. Это представители правительства Карачаева-Черкесии, органов государственной власти, главы и делегаций городских и муниципальных районов республики, представители общественных организаций, духовенства, жители и гости Черкеска. От имени главы Карачаева-Черкесии участников митинга приветствовал председатель правительства Мурат Аргунов. Жернова событий Кавказской войны перемололи сотни тысяч человеческих жизней. Многие представители адыгского и абазинского народов были вынуждены оставить свои родные очаги и долгие годы жить в скитании вдали от исторической родины. К сожалению, историю спят не повернуть. Мы склоняем головы перед павшими в Кавказской войне. Представители общественных организаций отмечали важность сохранения исторической народной памяти и подчеркнули, что вопреки всем невзгодам, народы Карачаева-Черкесии не только сохранили свою национальную идентичность, но и приимножили богатую культуру и добрые традиции. Когда мы вспоминаем те события, которые происходили с нашим народом, с абазинами, с адыгами, с другими народами Кавказа, с казаками, это была трагедия. И это надо помнить, не забывать, но жить сегодняшним днём, делать выводы, чтобы мы сохраняли свою культуру, свой язык, свои традиции и передавали из поколения в поколение. 21 мая 1864 года в урочище Кбаада, ныне Красная Поляна, состоялся праздничный парад в честь победы в Кавказской войне. И с этого дня мы потеряли нашу страну Черкесию. И наш народ разбросан по всему миру и проживает более чем в 50 странах мира. И сегодня каждый черкес, в какой бы стране или республике не проживал, сегодня все отмечают эту скорбную дату. Ровно в 12 часов по полудню, как и во всех остальных регионах страны и мира, где 21 мая вспоминают скорбную дату, объявили минуту молчания. А представители Духовного управления мусульман совершили поминальный обряд Дуа. После к памятнику жертвам Кавказской войны участники траурного мероприятия возложили цветы в дань памяти своим предкам. Параллельно основному событию в Черкесии траурный митинг прошел и в Хабесском районе. У подножия первого в мире памятника жертвам Кавказской войны, установленного в ауле Алибердуковский, собрались жители района. Эта скорбная дата затрагивает душу каждого черкеса, представителя большого этноса, который больше всего пострадал в этой вековой войне. Для нас это большое значимое событие и для нас очень важно, что сегодня эта дата является государственной. Такие мероприятия позволяют воспитывать нашу молодежь, объединять народы, приводить примеры прошлого, чтобы не было ошибок в будущем. В этот день скорбел и абазинский народ, который также понес большие потери в Кавказской войне. В память своих предков жители аула «Красный Восток» слонили свои головы перед памятником в их честь. Наши славные предки с честью и достоинством выдержали выпавшие на их горбку долю тяготы и испытания. В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, защищая отчий край. Смиренно склоняем свои головы перед светлой памятью всех жертв Кавказской войны. А вечером в республиканской столице подножие монумента жертвам Кавказской войны осветилось искрами пламени полутора тысяч свечей. Живой огонь, как символ живой народной памяти в сердцах потомков. Татима Дорова, Мухаммеда Шибоков, Расул Бердия, Вести, Карачаева, Черкесия. Печальная весть. На 67-м году жизни ушел Сергей Иванович Кузнецов. Председатель регионального отделения Северокавказской межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка по Карачаевой Черкесии. Выпускник Воронежской школы милиции по роду своей деятельности служил на различных должностях в органах внутренних дел Карачаевой Черкесской республики. Принимал участие в 19 боевых специальных операциях по Северному Кавказу. Он награжден Орденом Мужества и другими государственными наградами. Он один из тех, кто стоял у истоков создания специального элитного отряда СОБР «Клинок», а потом и возглавил его. Подполковник милиции в отставке Сергей Кузнецов активно участвовал в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Под его руководством ветеранская организация проводила множественные благотворительные акции. Похороны Сергея Кузнецова пройдут завтра утром на городском кладбище. Сергей Иванович прежде всего был человеком с большой буквы и профессионалом и человеком. Я его помню с 1993 года, когда пришел на службу. Он как раз меня принимал в СОБР. И поэтому он нас, молодых лейтенантов, младших лейтенантов, пытался научить всему, что он сам знал. Его пример был для нас очень серьезной наукой. Он нас учил и оперативной работе, и работе спецназа. Поскольку это подразделение спецназа было одним из первых в милиции на тот момент. Такие люди рождаются нечасто. Я думаю, что для нас это будет очень большая потеря. И для меня лично, как человека, который его знал близко. И для нашего ведомства, для управления Росгвардией. Потому что такие люди нечасто появляются. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременной дождь и гроза. Ночью в отдельных районах Сидней. С градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днем 23-28 градусов тепла и местами до плюс 19. В Черкесии ночью кратковременной дождь и гроза, дню без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 24-26 градусов тепла. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова Окулюсарт. Доваторцев 39А. 43-73-87. Мебельный салон «Слон». Широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. Сегодня для нескольких тысяч учащихся 9-11 классов школ Карачаева Черкесии прозвенел последний торжественный звонок. Торжественные мероприятия прошли во всех образовательных учреждениях республики. Артур Мкце продолжит тему. Кажется, совсем недавно эти юноши и девушки переступили порог школы. И вот теперь им осталось сделать последний шаг, чтобы окончательно попрощаться с образовательным учреждением, в котором провели 11 лет. Впереди волнение и хлопоты, связанные с государственной итоговой аттестацией. Но сейчас, когда вот-вот должен был прозвучать последний звонок, ребята думали о другом. О том, сколько всего интересного случилось за прошедшие годы. Самое главное хочу отметить нашего учителя ОБЖ Ахмеда Умарыча. Это отличный человек. Я ему желаю бесконечного счастья и здоровья. За 11 лет в школе хочется сказать, что школа стала нам как вторым домом. И очень грустно прощаться, потому что я помню, когда я был в первом классе, как радостно воспринимал это время. Не думал, что все так быстро кончится. Отдельное спасибо я хотел бы сказать нашему учителю по физкультуре Сергею Викторовичу. Хороший человек. Казалось, что только недавно мы пришли в первую класс, а уже 11, и как-то не верится. За эти 11 лет эта школа стала нам домом. Мы привыкли к учителям. Большое спасибо многим учителям, которые нас, можно сказать, воспитали. И осталось только сдать экзамены и уже войти в взрослую жизнь. Буквально месяц назад мы еще в этой школе бегали и смеялись, а сегодня мы уже стоим, выпускники. На самом деле грустно. И я хочу пожелать всем выпускникам успешного издачи экзаменов, поступления в престижные вузы. В этот день торжественные линейки прошли во всех общеобразовательных учреждениях республики. Последний звонок прозвенел для почти 6 тысяч учащихся 9-х классов и более полутора тысяч 11-классников. Из стен 13-й гимназии Черкеска в ближайшее время будут выпущены еще и воспитанники 6-й школы, где сейчас проводятся ремонтные работы. Руководитель городского управления образования Сусана Калмыкова поздравила ребят с достижением ими важной в жизни планки. От всей души поздравляю вас с праздником последнего звонка. Для всех выпускников этот день один из самых волнительных и радостных. Он знаменует окончание школьной жизни и начало нового этапа. Перед вами открывается дорога во взрослую самостоятельную жизнь, полную возможностей, смелых решений и перспектив. Все, что было дальше, молодые люди без сомнения запомнят надолго. Свой вальс на площадке перед любимой школой, песни о значимости учебной поры, стихи от ребят из начальных классов и напутственные слова от родной учительницы. Вы пришли очень маленькими в пятый класс. Думали, время никогда не закончится. Но уже настало время вам уходить. Желаю вам самого лучшего, успешной сдачи экзаменов, чтобы у вас все было хорошо. Слезы, объятия, подбадривания – все эти ребята могут быть уверены, что в стенах родной школы им всегда рады. Далее прозвенел последний звонок. Как напоминание от будущего, что пора прощаться с беззаботным периодом и ступать на новую дорогу, полную трудностей, преодолений, но от этого еще более интересную. Артур Махце, Вести, Карачаево, Черкесия. Каждый год в третье воскресенье мая во всем мире отмечают День памяти жертв ВИЧ и СПИДа. В Черкесске на базе Индустриально-технологического колледжа во взаимодействии Центра по профилактике и борьбы со СПИДом, Республиканского наркологического диспансера и Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии города Черкеска была организована квест-игра с весьма символическим названием «Найди себя». Ахмад Халкевичев продолжит тему. Информационно-профилактическое мероприятие организаторы реализовали в формате квест-игры с целью достижения большей продуктивности. В игре принимают участие свыше 200 студентов, которые разделились на 9 команд. Ребятам предстоит пройти 4 станции. Задания и вопросы подготовлены специалистами взаимодействующих ведомств. Организаторы отмечают, что первоочередная задача подобных мероприятий – снижение дискриминации и стигматизации людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека. Задания квест-игры рассчитаны на проверку логики, эрудированности и физической подготовки участников. Стремясь быть первыми, студенты даже не успевают перевести дыхание, когда приступают к вопросам интеллектуальной части. Пользование общей посуды. Может ли это привести к заражению совместно с ВИЧ-инфицированным человеком использование посуды? Совещайте. Быстро совещайте. Две секунды у вас. Нет. Молодцы. Бал. Следующий. Как поведал медицинский психолог Республиканской инфекционно-клинической больницы Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Колесникова, в Карачаево-Черкесии за весь период регистрации зафиксировано 1100 человек с ВИЧ. Коварная инфекция забрала не одну сотню жизни. Ну а за первые три месяца текущего года на учет поставлено 39 новых случаев. 11 человек скончались. Разумеется, если смотреть в разрезе статистики страны в целом, да и нашего Северо-Кавказского федерального округа, цифры небольшие. Но стремиться необходимо к нулевым показателям, резюмирует она. Каждый желающий может прийти, сдать кровь, в том числе анонимно и, самое главное, бесплатно. Можно приходить парами, если пара собирается вступить в брак или уже во взрослые отношения. Мы переехали, мы находимся теперь по новому адресу, проспект Ленина, 330А. Это территория противотуберкулезного диспансера. Набравшие наибольшее количество баллов и вошедшие в тройку лидеров команды, помимо грамот и дипломов, также были награждены и ценными призами. Ахмат Калкищев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все весело на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Земский доктор». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова